МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал ННТ Новости Дагестан. В студии была Ахмедова. Здравствуйте. И по традиции, в начале выпуска, коротко о главном. Мягким ли было наказание? Верховный суд Дагестана отменил приговор в отношении виновника смертельного ДТП, убитого отцом погибшего в аварии подростка. Теперь только пешком. С 1 июня на площади Ленина в Махачкале запретят движение на любых средствах индивидуальной мобильности. Привет от Путина и зажигательная резгинка. Героя России Еврагим Пашу Садыкова торжественно встретили в аэропорту Махачкалы. Верховный суд Дагестана отменил приговор Ногайского районного суда по факту гибели 14-летнего Мурзабека в автоаварии. Он был вынесен 15 марта текущего года. Тогда, несогласный с решением отец, сбитого насмерть ребенка, расстрелял осужденного Владимира Григорянца и его адвоката Сергея Осипова. Дело передано на новое рассмотрение. Напомним, что 19 мая прошлого года подсудимый, управляя автомобилем Мазда 6, сбил подростка на мотоцикле, который позже скончался. Ногайский районный суд после 10-месячного рассмотрения дела вынес приговор. Полтора года ограничения свободы. Наказание родители ребенка посчитали слишком мягким. С 1 июня на площади Ленина в Махачкале будет запрещено ездить на любых средствах индивидуальной мобильности. Столичные власти уже установили соответствующие знаки. Ограничения, прежде всего, направлены на обеспечение порядка и предотвращение столкновений с пешеходами. Такое решение также было принято на основании опроса горожан, часто проводящих свой досуг на территории. Более 70% респондентов поддержали ограничения. Я за, потому что это очень травмоопасные. И самокаты, и все. Я, честно говоря, своего ребенка не пускаю туда, на него садиться. Хоть он сколько раз меня не просил. Потому что я даже видела, при мне были случаи, сколько раз падали самокатов дети. Положительно отношусь, потому что, вот, допустим, с детьми, когда гуляешь, они так едут на пролом. За нарушение гражданин будет привлечен к административной ответственности. Штраф составит 800 рублей. На территории, прилегающей к центральной площади, для СИМов оборудуют и специальные парковочные места. В парках и скверах вводится ограничение максимального порога допустимой скорости перемещения на СИМах до 10 км в час. Данное ограничение будет вводиться дистанционно и принудительно. Работать это будет таким образом, что скорость у арендного транспорта при заезде на территорию, которая запрещена к использованию СИМами, скорость будет снижена до 5, либо 3 км в час. И человек будет вынужден спешиться и продолжить движение пешком. Героя России Иврагим Пашу Садыкова торжественно встретили в аэропорту Махачкалы. Столетний ветеран прилетел из Москвы после встречи с Владимиром Путиным, где президент страны вручил ему золотую звезду. За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, большой вклад в патриотическое воспитание молодежи, звание Героя Российской Федерации присвоено Садыкову Ибрагим Паше Султановичу, участнику Великой Отечественной войны, Республика Дагестан. АПЛОДИСМЕНТЫ В аэропорту Ибрагим Пашу Садыкова встречали представители власти, общественности и журналисты. Ветеран Великой Отечественной войны передал землякам привет от Владимира Путина и станцевал резгинку. Путин сказал мне, Ибрагим Паша, приедешь в Махачкалу и счастье всем регистанцам передать привет. Спасибо. Садыкову было всего 18 лет, когда его призвали на службу в октябре 1941 года. Его направили в Армавирское военное училище, оттуда в Сталинград, где в 15 километрах от города он три месяца держал оборону на разъезде. Ветеран участвовал в освобождении Керчи, Киева, в обороне Ростова, Сталинградской битве и битве на Курской дуге. В Карабутахкенском районе идет ремонт трассы республиканского значения Манас, Сергакола, Первомайска и двух мостов через реку Манас-Азень. Работа проводится в рамках проекта БКД. Специалисты усилят асфальтобетонное покрытие, восстановят обочины и обновят системы водоотведения. Также предусмотрен весь комплекс мероприятий по обеспечению безопасности на дороге. Кроме того, ведется строительство автоматического пункта весогабаритного контроля. Завершение ремонта запланировано на конец сентября текущего года. С 3 июня начнут работать летние курсы обучения при мечетях республики. Дети от 7 лет и старше смогут бесплатно изучить основы ислама. Для того, чтобы записать ребенка, достаточно подойти в центральную мечеть города или села, в котором он проживает, и распределить соответствующие возрасту и уровню подготовки группу. Мы их обучим правильному совершению омовения, намаза, и они также могут приблизиться к священному Корану. То есть мы с помощью Всевышнего их обучим читать священный Коран. Помимо этого, мы познакомим наших детей с нравом пророка, чтобы наши детишки знали, как же поступал посланник Аллах в той или иной ситуации. При подборе преподавателей мы делаем упор на их квалифицированность и на знание детской психологии. Все расходы по обучению берет на себя благотворительный фонд «Инсан». Перейдя по QR-коду, на экране вы можете внести свой вклад в организацию курсов для детей. И к новостям спорта. Известный футбольный специалист Курбан Бердыев провел тренерский семинар в Махачкале. Мероприятие прошло в детской и юношеской спортивной школе Минобранауки. Говорил Бердыев о многих аспектах, о тенденции современного футбола и технико-тактических действиях игроков. Важной темой стала подготовка молодых ребят к профессиональному футболу. В спортшколу Александра Маркарова Бердыев приезжает не в первый раз. Ранее гость ознакомился с базой и тренировочным процессом. В таких встречах я узнаю проблемы, которые есть в тренировочном процессе, проблемы, какие есть в организационном плане. Хотя я от сегодняшней встречи получил удовольствие. Ребята интересные вопросы задают. Я вижу понимание руководства республики, Меликова, поэтому с ним связано очень многое. И надеюсь, что все проекты, которые запланированы, они осуществятся. Борец Розенбек Жамалов поспорит за олимпийскую путевку. Хасавюртовец выступит на турнире в Будапеште. И в случае успеха он может рассчитывать на участие в Олимпиаде в составе сборной Узбекистана. Там же в столице Венгрии поборется и его конкурент за место в национальной команде этой страны Бигзот Абдурахмонов. Противостояние Жамалов Абдурахмонов можно назвать одним из главных событий состязаний вольников в Будапеште. Турнир пройдет 6 по 9 июня. На ковер также выйдут еще трое борцов из Дагестана. Это Исмаил Мусукаев, Магомедхан Магомедов и Юсу Батармурзаев, для которых выступление станет проверкой сил перед стартом в Париже. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Смотрите нас также в социальных сетях. Хороших всем новостей и приятных выходных. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова